Обычный российский паренек однажды влюбился в торпедо. За два года его искусство боления стало профессиональным. Во время домашнего просмотра в наличии клюшка, коньки, шлем, экипировка, настольный хоккей и даже самостоятельное исполнение гимна. Знания в лицо всех игроков торпедо, даже в секцию хоккея Вова Авдеев из Дзержинска записался в местный ФОК. Впечатлившись победой торпедо над Витязем, маленький поклонник хоккея отправился в Нижний Новгород за билетами на матч. На очередной матч торпедо. И совершенно неожиданно попал в сказку, в которой сбылись многие его мечты. Вот так открылись двери на ледовую арену, вот так раскрыл рот, он увидел тренировку всех своих кумиров. Как снег на голову к малышу подошел сам Александр Харламов. А дальше чудеса один за другим. Игроки торпедо. Вот они, прямо перед юным фанатом. Приветствия, вопросы от хоккеистов. От счастья Вова Авдеев не знает, куда деться. А тут еще сам Харламов дарит билеты на хоккей для всей семьи. И вот лишнее доказательство того, что даже такие маленькие болельщики настолько осведомлены и настолько много знают о профессиональном хоккее, что это только поражает и очень сильно радует. Зная всех торпедовцев в лицо, наш герой вдруг неожиданно замечает, что на льду нет его самого любимого хоккеиста Дамира Жафярова. Все под контролем, говорят торпедовцы. Номер 88 в раздевалке. Вот туда я отправился за впечатлениями мальчик Вова. Кулачки все в отобьем. Поделать. Следующий, наш самый скоростной. Наступай. Да ну, стена. Так, аккуратно. Да проходи по нему. Постираем. Погнали дальше. Весь в подарках от торпеды и в персональной хоккейной экипировке, пообщавшись в раздевалке с Жафяровым, Вова Авдеев и его родители поделились эксклюзивно с нашей съемочной группой своими впечатлениями. Кто больше понравилось? Хоккей. Из хоккея кто больше запомнился? Жафяров. Как сказка сотворилась для нас, потому что ребенок живет только хоккеем, нет ни одной игрушки. Точнее, игрушки в доме есть, но играем мы только шайбами, клюшками, и это все. И поэтому болеем мы только за торпеды. Даже мама оставляет все свои домашние дела и садится перед экраном всегда смотреть матч торпеды, когда играет обязательно болеем всей семьей. Вот такой быстрый, неожиданный, искрометный была сказка от хоккейного клуба торпеда для самого обычного паренька из Держинска. Торпеда не просто дорожит своими болельщиками, но и живет с ними одной жизнью. Владимир Смирнов, Ренат Бигбаев. Время новостей.